Доброго времени суток дорогие друзья! Хочу поделиться своим опытом обретения дешевого, надежного и многофункционального зарядного устройства. После разочарования в купленной зарядке Foxar я стал искать альтернативу. Умудренный опытом, четко понимал, что мне надо. Это простая трансформаторная зарядка с ручной регулировкой тока на 10 А, с ручной регулировкой по напряжению, с защитой от замыкания и переплюсовки. При этом все автоматические зарядки неприемлемы и даже не рассматривались. Зайдя в торговый центр, я мягко сказать обескуражился от выбора. Помню историю блика, которого и на два аккумулятора не хватило, я очень призадумался. Ну и конечно же, как все, я полез в интернет, гуглить отзывы, досмотреть в YouTube. Умные люди посоветуют, подскажут и расскажут. На этих просторах интернета я наткнулся на понижающий преобразователь XR4016. Это импульсный понижающий преобразователь, который предназначен для изменения выходного напряжения. С помощью данного модуля можно регулировать не только выходное напряжение, но и силу тока. Преобразователь способен выдавать стабильное напряжение на выходе от 1,5 до 35 Вольт, при любом входном напряжении от 5 до 40 Вольт. Она как раз и является универсальным зарядным устройством. Но, как мы любим, для полной работоспособности к ней надо приложить руки и добавить пару элементов. Нам потребуется источник питания постоянного тока более 14 Вольт. Это может быть как готовый блок питания, так и трансформатор с диодным мостом. У меня трансформатор от бесперебойного источника питания. Но надо помнить, что трансформатор будет на выходе выдавать переменное напряжение. Поэтому добавляем к нему диодный мост с конденсатом. Диодный мост я взял КВРС 5010. Конденсатор 50 Вольт, 2200 мк. Соединяем эти части согласно схеме. К диодному мосту прикручиваем радиатор. Для охлаждения зарядного устройства нам понадобится кулер. Он у меня на 12 Вольт. А для измерения силы тока и напряжения нам понадобится китайский Вольт-Амперметр. Чтобы запитать кулер и Вольт-Амперметр, берем стабилизатор L7812CV. Подключаем стабилизатор и кулер согласно схеме. Также добавляем конденсатор C2 на 16 Вольт. Остается подключить Вольт-Амперметр. Для подключения питания используем разъем с тремя тонкими проводами. Красный и черный – питание. Желтый – для измерения напряжения. Толстый, черный и красный – для подключения амперметра. Подключаем толстый и черный на выход минуса XL46. А толстый и красный на выход минуса зарядного устройства. То есть это получается выход минуса на клемму АКБ. Желтый – соединяем с плюсовым выходом XL46. Это и будет наш плюс в ЗУ. То есть плюс на клемму АКБ. Штатные потенциометры XL46. Заменяем на 10-килоумные, многооборотные или обычные. Впаиваем их через провода, что позволит закрепить их в любом месте на корпусе. Остается все это упаковать в какой-нибудь корпус. Получаем прекрасное зарядное устройство. Плюс лабораторный блок питания. По сравнению с Фоксаром получается в три раза дешевле. Но и выполняет свою основную функцию по зарядке АКБ. Всем спасибо за просмотр. Продолжение следует...